Октябрь, день 8, 21 октября по новому стилю. Житие преподобной Таисии. В стране египетской желание, когда женщина, развращенная, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь по имени Таисию, она научила ее тому же постыдному образу жизни, которому и сама навыкла. Отвела ее в блудный дом и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам человеческим, путем прельщения их ее красотой, ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности и прославилась повсюду красотой своего лица. Из-за плотского вожделения к Таисии многие приносили ей много золота и серебра, блестящих и дорогих одежд. Прельщая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради нее свое имущество, впали в нищету, а иные, заводя из-за нее между собой ссоры, били друг друга и покрывали пороги ее дома своей кровью. Услышав об этом преподобный Пафнутий, одевшись в мирские одежды и взяв с собой золотую монету, вошел в дом, где жила Таисия. Увидев ее, он дал ей монету в виде платы, как бы желая остаться с ней. Таисия, взяв деньги, сказала ему. Пойди в комнату. Пафнутий вошел вместе с ней и увидел посланное высокое ложе. Сев на нем, он сказал Таисии. Нет ли другой комнаты, тайной? Затворимся в ней, чтобы о нас никто не знал. Таисия отвечала. Есть. Впрочем, если ты людей стыдишься, то и в этой укроешься от них. Потому что двери затворены, и никто сюда не войдет и не узнает о нас. А если боишься Бога, то нет места, которое могло бы утаить тебя пред Ним. И если бы даже под землей ты скрылся, то и там Бог видит. Услышав от нее такие слова, Пафнутий сказал ей. Разве и ты знаешь о Боге? Таисия отвечала. Знаю и о Боге, и о блаженстве праведных, и о муке грешных. Тогда ей старец сказал. Если ты знаешь о Боге, и о будущем блаженстве, и о муках, то зачем оскверняешь людей, и погубила уже столько душ? Осужденная в гиену огненную, ты понесешь мучения не за свои только грехи, но и за тех, кого ты осквернила. При этих словах Таисия с плачем поверглась к ногам старца, восклицая. Знаю я и то, что для согрешивших есть покаяние, и для согрешений прощение, и надеюсь твоими молитвами избавиться от грехов и получить милость Господню. Но молю тебя, подожди меня немного, только три часа, и потом, куда повелишь мне, пойду, и что скажешь мне, сделаю. Старец указал ей место, где будет ждать ее, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретенные путем разрата, ценой до четырехсот литр золота, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него все это, и перед всем народом сожгла, восклицая. «Приедите все, грешившие со мной, и смотрите, как я сжигаю то, что вы мне дали». Придав огню нечистым образом приобретенное богатство, она пошла на место, где ждал ее Пафнутий. Старец повел ее в девичий монастырь и, спросив небольшую келью, ввел в нее Таисию и затворил ее там. Двери же кельи он крепко заделал и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать ей немного хлеба и воды. «Как велишь мне, отче, молиться Богу?» спросила Таисия святого Пафнутия. «Ты недостойна, — отвечал старец, — не произнести имени Господня, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны, и руки твои загрязнены нечистотой. Говори лишь, часто обращаясь к востоку, создавший меня, помилуй меня». И пробыла Таисия в том затворе три года, молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По прошествии трех лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, отправился к великому Антонию, желая узнать, простил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в келии своей и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-либо из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление отца своего и умолили Бога. Он открыл о ней одному из них по имени Павлу, которого называли припростым. Стоя на молитве ночью, он и видел в видении небеса отверстие и одр стоящий, посланный весьма богато и сияющий великой славой. Три девицы, пресветлые лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. При виде этого Павел спросил. «Верно, не иному кому уготованы эти одр и венец, как отцу моему Антонию». Тогда раздался к нему голос. «Не отцу Антонию это уготовано, но Таисии, бывшей блуднице». Придя в себя, Павел стал размышлять о виденном, и когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонию и Пафнутию и поведал им о своем видении. Они же, услышав о том, прославили Бога, принимающего истин окающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия в затворе, и, разломав двери, хотел вывести ее, но она стала просить его, «Позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих, так много их у меня». Старец отвечал ей, «Человеколюбец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои, и вывел ее из затвора». Тогда блаженная Таисия сказала, «Поверь мне, отче, что как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои предмысленными очами моими и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и доныне, но предстоят предо мной и ужасают меня, так как за них я буду осуждена». Выйдя из затвора, блаженная Таисия через пятнадцать дней впала в недуг и, проболев три дня, благодатью Божией, с миром почела. От одра болезни она была перенесена на тот одр, который видел на небе уготованным ей Павел Препростой, где восхваляется она с преподобными во славе и радуется вовеки. Так грешница и любодейца предварила нас в Царствие Божие. Согласно Слову Спасителя «Аминь, аминь» глаголю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Кончина преподобной Таисии последовала около 340 года, так как ее подвиги и кончина происходили при Антонии Великом и Павле при Простом. Молитвами Святой Таисии «Да не будем и мы лишены того же Царствия!» Аминь.